Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Очень нужен ваш совет. Я замужем, но так получилось, что есть отношения с мужчиной. У него тоже есть девушка, и вроде бы нас двоих это устраивает. Отношения без обязательств, но когда я встречу с ним, просто не забываем. Он очень нежен со мной, уделяет мне много внимания. Как при встрече, так и на работе. Мы коллеги. Но на днях у меня был день рождения, и в подарок я получил бутылку дешевого вина и шоколадку. Такого я никак от него не ожидала. Я не знаю, как это воспринимать, неужели у него такое отношение ко мне. Я ждала, конечно, чего-то другого. В голове не укладывается этот отступок, плачу уже несколько дней подряд. Поговорить с ним нет возможности, на следующий день он ушел на больничный. Дайте мне совет, пожалуйста, как наилучше поступить в данной ситуации. Ну, во-первых, наверное, нужно определиться с тем, как вас зовут, да, потому что у вас имя Наталья, в тексте вопроса написано, что вы Юлия, в общем, не совсем тут все очевидно в этом смысле. Кто вы? Это первое. Второе, это то, что психологи не дают советов. То есть вы несколько раз, как бы, просите дать вам совет, да, но психологи советов не дают, и, соответственно, мы можем только в данном случае вам здесь помочь разобраться, например, в себе, да, помочь как-то вот лучше увидеть себя, лучше увидеть какие-то процессы, которые происходят, вот, вот, ну, с вами, так скажем, вот, но вряд ли мы можем, имея право, давать вам совет. Это было бы нарушением, в общем и целом, как мне кажется, профессиональной этики, эм, ну, психолога, психолога. Вот. А дальше я бы отметил следующее, что как поступить вы можете, в принципе, решить сами, исходя из того, что вы хотите, исходя из того, какая у вас цель. Как поступить, чтобы что? Вот. В зависимости от того, что именно вы хотите, хотите получить. Ну, как бы, в итоге, да, в зависимости от того, что именно вам нужно, в зависимости от того, как бы, какая у вас, например, цель. Вот. В зависимости от того, я бы, наверное, и, ээээ, ну, поступал бы. То есть, эээ, тут вам нужно определиться со своей целью, в первую очередь. Именно цель, какая у вас цель, да, то есть, как бы, вот. Если цель, условно говоря, с мужчиной все-таки оставаться, да, то это, конечно, одно, если у вас цель из отношений выйти, ну, например, то это немножечко другое, то есть, вот. Если у вас цель разобраться в себе и в том, что вообще в вашей жизни происходит, да, вот, это треть. То есть, вот, как-то вот, наверное, с такой позиции я бы на это смотрел. То есть, я бы смотрел на это именно вот в такой позиции, что, эээ, ну, какая у вас, эээ, цель. Вот, именно цель. Дальше. Если говорить о бутылке вина и шоколадке, вот, то, да, конечно, я с вами соглашусь в том, что это может быть неприятно, но это вопрос скорее ваших ожиданий. Это первое. То есть, вы почему-то ждали больше. И, на мой взгляд, вот, не совсем здесь, ну, не совсем понятно, да, ну, в принципе, вот, почему вы ждали больше, почему вы ожидали больше, вот, что вас как-то, как-то вот, так скажем, направляло в эту сторону, да, то есть, вот, что вас двигало и двигает в сторону того, чтобы ожидать больше от мужчин. Вот. Следующий момент, это ваше восприятие этого. Вы пишите о том, что вот у него такое отношение ко мне, и, наверное, вас это, ну, наверное, наверное, повторюсь, вас это как-то характеризует, характеризует. Вот. То есть, опять же, нужно разобрать всем, а как вас это характеризует. Каким образом? Вас это характеризует. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что у мужчины есть вот какое-то свое видение, да, ситуация. У вас есть какое-то свое видение ситуации. Вот. что, кстати говоря, вполне нормально. Но, тем не менее, как мне кажется, надо все-таки, ну, несколько вот реалистично, что ли, подходить к этому вопросу. Потому что, как бы, если ожидания, например, не образуются, вот, ну, вот, как в вашем случае, да, то, конечно, крайне желательно, чтобы вас это не задевало. А если вас это задевает, значит, скорее всего, вы пытаетесь какую-то проблему свою решить. Ну, в смысле, вот, какую-то проблему, я имею в виду, ну, вот, в отношениях, пытаетесь решить какую-то проблему свою в отношениях. Вот, и, на мой взгляд, эта вот позиция-то, она как раз, ну, не самое лучшее, для вас, потому что она делает вас, вот, в этом смысле, такой, достаточно зависимый от человека, такой, достаточно уязвимый, получается, для человека, опять же, и, в общем, ничего хорошего для вас, ну, как бы, вот, наверное, ну, наверное, не может. Вот. Поэтому, я думаю, такой ответ можно вам дать. Что касается самого поступка, то лично мне, лично мне пришла в голову такая мысль и идея о том, что мужчина решил таким образом с вами попрощаться, вот, потому что, опять же, отношения ваши, они безобязательств, вот, и, ну, то есть, если отношения у людей безобязательств, то эти люди могут, могут, как бы, выйти из них в любой момент. В общем, случае, вот, вы, ну, вот, вы, с одной стороны, говорите, что, вроде как, вас устраивает, что отношения безобязательств, да, но, в то же время, вы, как будто бы, вот, воспринимаете их, вот, в какой-то степени, вот, слишком, да, близко к сердцу. То есть, очевидно, что это уже не просто отношения безобязательств, это вот уже что-то большее. И, это что-то большее, оно, на мой взгляд, как раз-таки, свидетельствует о том, что вы пытаетесь, вот, решить какие-то свои проблемы за счет человека. Вот. то есть, как это обычно бывало, да, что брак не складывается, вот, ну, кризис определенный, и вы выбираете, вот, выйти из, этого, кризиса, вот, через, ну, построение других отношений. Ну, на мой взгляд, это позиция, мягко говоря, ведущая в никуда. Да? То есть, вам нужно определиться, вы или с мужем отношения выстраиваете и гармонизируете, либо расстаете. Либо, если не то, не другое, то, вот, в отношениях без обязательств, то, что вы описываете, в принципе, нормально. Вот, понимаете? То есть, тут как будто бы история про то, что вы не до конца определились, что вам вообще нужно, чего вы вообще хотите, потому что вы говорите, что, ага, вот, опять же, заметьте, как вы пишете, вроде бы, нас двоих, это вполне устраивает. Вот, вроде бы, нас двоих. То есть, вы наверняка не знаете, устраивает ли это мужчину, вот, вы об этом не говорили с ним, и вы как будто бы здесь вот, ну, в какой-то степени решаете за двоих. Ну, на мой взгляд, это проблема, да? Ну, и вот вы пишете, я замужем, но так получилось, что есть отношения с мужчиной. Вот как так получилось? То есть, понимаете, как бы, не так получилось, это ваш выбор. Вы этот выбор сделали? Вопрос только в том, на что вы опирались, на что вы опирались, и опираетесь, делая этот выбор, выбирая оставаться с этим человеком. Вот что важно. Не в том смысле, что вам нужно по-другому, нет, а именно в смысле, вот, определить с тем, где я, что я хочу, и так далее. Если вы подходите к своему собственному выбору, к своей собственной жизни, вот так, то, ну, неудивительно, что вас в этом смысле будут как бы игнорировать, да, и так далее. Удачи вам, всего самого доброго.